Ну, сегодня все новости, о которых я вам расскажу, они забавные, милые и безопасные. Это очень важно. Начну я с предупреждения. Когда вы отправляетесь на моря, то внимательно оглядитесь, чтобы не наткнуться на... На кого? На кого? На ежа. Нет. Морского. Нет, на агрессивную выдру. Ну, нам казалось, что выдры, ну, по крайней мере, в мультиках, которые мы встречаем, это такие милые животные, пухленькие, чего-то там они, маленькие, короткие лапки. Но видео, которое вы сейчас видите, оно демонстрирует агрессивность одного из как раз объектов, субъектов выдренного потомства. Значит, история у этой выдры непростая. Она родилась у другой мамы выдры, которая славилась агрессивностью. Ее заперли навсегда в клетке. Ну, то есть зоопарк. За вот эту агрессивность. Однажды ее ветеринары, ну, поймали и заперли. Но младшие выдры, которая родилась в неволе, дали шанс и выпустили в живую природу. Но, как видим, мы, все-таки пословица «яблочко от яблони» или «выдра от выдры» недалеко упала. Эта выдра отжимает, я даже другого слова не могу подобрать, у людей... Рейдерский захват. Да-да-да, доски. И вот, как ты видишь, ребенок не может спасти свою доску. Я не знаю, что будет делать выдра, мне кажется, загорать. А тасинки не растут в мандаринке. Не родятся, да, не выдры, не рождаются. Но говорят, что ее тоже, скорее всего, в ближайшее время... Попросит переселить. Там, где она не нападает на людей, потому что кажется безопасным, но она же может чуть-чуть уснуть, лапками поцарабнуть. Они действительно очень серьезные охотники. Поэтому осторожней, хотя очень забавная озвучка. Какая мороженка! Мороженка! Ну, может, просто она хотела позагорать. А значит, когда вы слышите «чизбургер», что первое в голову приходит? Сыр. Ну, конечно, но многие люди жаловались, что в «чизбургере» недостаточно сыра. И вот следующая новость, она прилетела к нам из Таиланда. Там решили «чизбургер» апгрейдить и добавить туда сразу 20 ломтиков сыра. А почему-то все остальные ингредиенты оттуда сразу исчезли. Там же был еще огурчик, ну, какие-то овощи, фрукты, овощи без фруктов. И в итоге интерес, конечно, этот продукт вызвал у людей, но негативную реакцию по вкусовым ощущениям. Потому что, ну, это просто булка и огромный толстый такой кусок сыра. Ну, тут даже, смотри, заявлено, что он подтоплен. Ну, в смысле, растоплен. Ну, вот в реальности те фотографии, которые я видела, это просто сыр с сыром в сыре с сыром. По-другому невозможно. То есть, когда ты откусываешь много, просто как откусмана, знаешь, когда у тебя ножика не было. Да, 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 да. Это бабушкин бутерброд. Два ломтика и посередине просто шмоток. А зажиточно жила твоя бабушка. Она любила. Либо потом прилетала за то, что ты съел абсолютно весь сыр. Отправляясь в путешествие, а сегодня мы разговариваем с вами именно про путешествие на море, собираемся в отпуск, мечтаем. Возьмите заранее, пожалуйста, чехол для чемодана. Особенно, если он у вас новый, и вы его любите. Потому что чемодан при транспортировке точно помнется. Ну вот у девушки, которая отправилась в отпуск из Мексики в Калифорнию, она такой чехол забыла, а может быть не купила сразу, но чемодан был новенький и красивенький. Что она сделала? Она сняла со своего бойфренда футболку. Да, раздев его. И облачила свой любимый чемодан в его футболку. Футболка натянулась, все получилось и прошло успешно. Но девушка, которая рассказала об этой истории в соцсетях, получила огромный хейт. Как по мне, так это действительно какое-то странное неуважение. Во-первых, к своему молодому человеку, и к его вещам, и к его футболке. Почему он согласился, я не знаю. К молодому человеку на самом деле много вопросов. Ты видела чемодан? Ты видела футболка? Она прям натягивается на чемодан. Так мальчик там, каких размеров-то был? Такой субтильный. Я тебе могу сказать, что двояна тянется. Проверять не будем, потому что я испытываю к тебе уважение. Вот видишь? Да ты не едешь никуда. Вот поэтому и... Ну и это тоже. Не надо тебе ничего. Ксюша, спасибо большое.